Ежегодно в ноябре свой спортивный сезон во Владивостоке начинают представители смешанных боевых единоборств. Череда соревнований стартует по традиции с чемпионата города. Состязания в этот раз собрали несколько десятков бойцов самых именитых клубов Приморской столицы. А чтобы бои были непредсказуемыми, организаторы ограничили допуск призеров международных и всероссийских турниров. Проводится он для того, чтобы обкатать молодых спортсменов и популяризировать наш спорт. В принципе, это первая ступень для того, чтобы спортсмены выступали на более весомых соревнованиях, таких как Приморский край и Дальний Восток. Упор в чемпионате и вправду делался на новичков. Например, для Антона Пасикова из клуба «Булат» дебют в ММА завершился серебряной медалью в весовой категории 77 килограммов. В напряженном финале по решению судей Антон проиграл своему одноклубнику. Честно, я выступал первый раз на соревнованиях ММА. Готовлюсь дальше продолжать. Это был, скажем, такой этап проходной продышаться для этих соревнований, чтобы достигать дальнейших высот. Ребята не на высшем уровне, такой средний уровень. В принципе, достойные ребята. А вот тем, кто здесь не впервой, приходится пускать в дело все, что есть в их многолетнем опыте. Это, например, финальный поединок в весе до 70 килограммов. На ринге Руслан Вагидов и Илья Трофимук. Десятилетняя спортивная закалка и черный пояс в карате позволяют Вагидову одержать уверенную победу уже в первом раунде. Это же ММА, тут надо на ошибках играть. А я его на ошибках и поймал тоже. Стал зарубаться с ним и выиграл. По итогу соревнований первое место в командном зачете занял клуб «Булат», второе – «Олимпиец», а третья строчка досталась клубу «Пересвет». Теперь из сильнейших бойцов сформируют сборную Владивостока, которая будет защищать честь города на краевом турнире в феврале будущего года. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. Продолжение следует...